С помощью языков программирования мы говорим компьютеру, что делать компьютером. Так какие команды выполнять? Ну и в первую очередь, язык программирования это язык для людей, то есть для программистов. Компьютер же понимает только машинный код. Существует определенный набор инструкций, с помощью которых процессор выполняет манипуляции с данными и работу с оборудованием. Но программировать с помощью машинного кода довольно сложно, особенно если требуется создавать современные программы. И тут мы подходим к языкам программирования, на которых мы пишем программы. На них мы описываем то, что мы хотим получить от компьютера. А потом специальные программы, которые называются компиляторами, трансляторами и все такое, переводят наши программы на машинный код, который понятен компьютеру. Язык программирования C был разработан Деннисом Ричи в 1972 году, когда он с Кеном Томпсоном работал над созданием операционной системы Unix. C задумывался как инструментальное средство для программистов практиков. И его главной целью в этом случае было создание полезного языка программирования. Например, в то время был такой язык программирования, который назывался Pascal. Ну, в принципе, он и сейчас есть, но он не очень распространен. Так вот, Pascal предназначался для облегчения изучения принципов программирования. Язык Basic, например, создавался как язык программирования, приближенный к естественному языку, то есть к естественному английскому языку, чтобы облегчить задачу изучения языков программирования для студентов, которые не знакомы с компьютерами. Язык C очень популярен. На нем написано очень много библиотек, с которыми работают языки программирования более высокого уровня. Например, ядро операционной системы Linux написано на C. Огромное количество драйверов написано на C. К примеру, такие языки, как Python, Java, используют, так сказать, прослойку, которая тоже написана на языке C. В общем, язык C много где используется, и можно не один час перечислять, где и как он используется. Язык C является очень эффективным языком. C обладает некоторыми средствами точного управления, обычно характерными разве что для языка ассемблера. Но язык ассемблера для различных архитектур имеет свой набор инструкций. Точнее, не все инструкции языка ассемблера подходят для всех архитектур. Ну, то есть, можно сказать, для разных компьютеров. А язык C, он один для всех архитектур. И он имеет наибольшую поддержку для всевозможных типов процессоров и архитектур. C является переносимым языком. Это означает, что программу легко перенести на другую архитектуру, ну, или операционную систему. И ее можно выполнять в большинстве случаев практически без изменений в исходном коде. Язык C предоставляет доступ к оборудованию, позволяет манипулировать отдельными фрагментами памяти. И он очень гибкий, что является и плюсом, но и минусом при неправильном использовании этой гибкости. Потому что можно делать такие ошибки, которые другие языки программирования просто не дадут вам сделать. Язык C дает большую свободу действий, но при этом на программистов налагается более высокая ответственность за свои программы. Чтобы правильно использовать всю мощь языка C, нужно понимать, что такое центральный процессор, что такое память и прочие особенности в работе современных компьютеров. Основную вычислительную работу выполняет центральный процессор. Также есть оперативная память, в которую выгружаются программы, данные в которой хранятся сначала с запуска компьютера и пока компьютер не выключится. Есть еще постоянная память в виде жесткого диска, на котором собственно говоря и хранятся программы в тот момент, когда компьютер выключен. Также есть различные устройства, которые обеспечивают обмен данными между пользователями и компьютером. Ну, такие как клавиатура, монитор, ну и так дальше. Что делает центральный процессор? Процессор извлекает команды из памяти и выполняет их. Команду за командой. К примеру, чтобы выполнить сложение двух чисел, нужно извлечь одно число и поместить его в специальный регистр процессора. Дальше нужно извлечь второе число и положить его во второй регистр процессора. Дальше нужно применить к этим двум регистрам математическую операцию сложения. Далее результат положить в определенное место в памяти. Например, центральный процессор с тактовой частотой 1 ГГц выполняет порядка 1 миллиарда операций в секунду. В примере со сложением, я думаю, как вы уже догадались, должна выполниться не одна операция, ну а как минимум три. Но, все зависит от компилятора и его настроек. Если бы не было языков высокого уровня, то пришлось бы для сложения двух чисел пользоваться машинными инструкциями. Но, так как мы имеем языки высокого уровня, то в них для сложения можно воспользоваться привычными всем символами, понятным человеку. Ну а эти символы, я думаю, вы поняли какие. Это обычный знак плюс. Одно число, плюс второе. Так мы и пишем. Вот и в языках программирования высокого уровня аналогично мы пишем точно так же. Все в компьютере и в памяти хранится в виде чисел. Например, буквы алфавита тоже хранятся в виде чисел. То есть, каждая буква имеет свой числовой код в таблице. Команды, которые компьютер загружает в свои регистры, сохраняются тоже как числа. И каждая команда из набора инструкций имеет числовой код. Языки высокого уровня, такие как C, упрощают жизнь программиста тем, что вы не должны представлять команды в числовом или машинном коде. Команды, которые вы используете при программировании на языках высокого уровня, намного ближе к тому, как вы думаете о задаче. То есть, вы не думаете о том, как и с помощью каких инструкций конкретный центральный процессор будет решать задачу. Вы думаете на более абстрактном уровне. Но для компьютера код, написанный на языке высокого уровня, полная бессмыслица. Для того, чтобы перевести этот программный код в машинный, в языке C есть компилятор. Компилятор это такая программа, которая переводит программу в детальный набор команд на машинном языке, который понимает компьютер. Плюс, компилятор дает такое преимущество, как то, что программа единожды написанная, может быть скомпилирована с помощью разных компиляторов для разных архитектур. Например, программа на языке низкого уровня, или даже будем говорить на машинном коде, для процессоров Intel Core i7, совершенно нерабочая для процессора с ARM архитектурой. То есть, на языке высокого уровня вы решаете задачу один раз. А дальше, с помощью нужных компиляторов, ну или трансляторов, выполняете ее, ну, транслируете или компилируете ее для нужных архитектур и платформ. Другими словами, программы, написанные на языке программирования высокого уровня, не привязаны к архитектуре процессора и не привязаны к платформе. Но под платформой я имею ввиду операционные системы, там Windows, Linux, MacOS. По мере того, как язык C развивался, сообщество программистов ощущало острую потребность в общем строгом стандарте. Самые популярные и известные стандарты это C99 и C11. Знание стандарта, ну, а точнее не знание его всего наизусть, а умение пользоваться этим документом, но делает вас более продвинутым в умении правильно пользоваться языком программирования. Можно выделить шесть этапов в использовании языка C, ну, и, в принципе, в использовании других языков высокого уровня. Этап первый. Определение целей программы. Вы должны начинать с четкого представления о том, что, по вашему мнению, должна делать программа. Нужно подумать над тем, какая информация будет нужна вашей программе, и какие она будет делать вычисления, ну, и какие данные, конечно же, будет возвращать. На этом этапе нужно мыслить общими понятиями и не касаться конкретных языков программирования. Этап второй. Проектирование программы. После того, как будет понятно концептуально то, что программа будет делать, нужно подумать о том, как она должна это сделать. Нужно подумать о пользовательском интерфейсе. Кто будет пользователем, сколько времени нужно будет для завершения программы и так далее. На этом этапе также нужно мыслить общими категориями. Этап третий. Написание кода. После первых двух этапов вы должны иметь четкое представление о проекте программы. А после этого можно приступать к реализации посредством написания кода. На этом этапе важны уже знания конкретного языка. Ну, в данном случае это язык программирования C. Четвертый этап. Компиляция. Это следующий этап. На этом этапе могут появляться нюансы, которые зависят от среды программирования. Компилятор это программа, которая преобразует исходный код в исполняемый код. А исполняемый код на собственном языке компьютера, то есть это другими словами машинный код, это язык компьютера. Компилятор также проверяет, не содержит ли программа ошибок, при обнаружении которых выводится соответствующее сообщение. Кстати, вот эти вот все сообщения, которые выводит компилятор, очень важно тоже понимать и читать. Ну и конечно же реагировать на них. Пятый этап. Тестирование и отладка программы. После успешной компиляции вы можете запустить программу. Если она запустилась, это уже очень хорошо. Но не нужно останавливаться только на этом. Есть вероятность, что она работает, ну не совсем так, как вы ожидаете. Отладка это процесс обнаружения и исправления ошибок. Допущение ошибок является естественной составляющей процесса обучения. По мере того, как вы становитесь все более квалифицированным и искусным программистом, ваши ошибки тоже эволюцинируют. И они становятся все более масштабными и трудно обнаруживаемыми. Есть много возможностей совершить ошибку. Можно допустить принципиальную ошибку в проекте программы. Можно некорректно реализовать хорошую идею. Вы можете упустить из виду неожиданные, например, входные данные, которые внесут хаос в программу. Можно неправильно использовать вообще конструкции самого языка C. Ошибки также возможны при вводе кода в клавиатуры. Можно там неправильно расставить скобки. Ну и все такое. Этап 6. Сопровождение и модификация программы. Когда вы создаете программу для себя или кого-то другого, то возможно планируется ее широкое применение. Если это так, могут появиться причины для внесения в нее изменений. Вполне вероятно, что возникнет желание улучшить что-либо в программе. Либо добавить в нее новую функциональную возможность. Программу можно адаптировать для выполнения в различных компьютерных системах. Решение задач подобного рода существенно упрощается, если четко документировать программу и придерживаться проверенных на практике рекомендаций. Старайтесь последовательно выполнять эти 6 этапов при написании ваших программ. При написании программы на языке C, код сохраняется в текстовом файле, который называется файлом исходного кода. Для разработки программы лучше использовать интегрированные среды разработки, о которых вы узнаете в следующем видео. Базовая стратегия программирования на C предусматривает применение программ, которые преобразуют исходный код в исполняемый файл, содержащий готовый к выполнению код на машинном языке. Реализация программы на языке C обычно осуществляется в два этапа. Компиляция и компоновка. Компилятор преобразует исходный код в промежуточный код, а компоновщик объединяет этот код с другим кодом, создавая исполняемый файл. В C используется такой двухэтапный подход для поддержки модульной организации программ. Индивидуальные модули можно компилировать по отдельности, а затем позже с помощью компоновщика объединять скомпилированные модули. Таким образом, если потребуется изменить какой-то один модуль, то не нужно будет повторно компилировать все остальные модули. Кроме того, компоновщик связывает программу с заранее скомпилированным библиотечным кодом. Существует несколько вариантов формы промежуточных файлов. Наиболее предпочтительным является вариант, который предусматривает преобразование исходного кода в кодном машинном языке, после чего результат помещается в файл объектного кода, ну или сокращенно называют объектный файл. И хотя объектный файл содержит код на машинном языке, он еще не готов к запуску на выполнение. В объектном файле находится перевод исходного кода, но это еще не окончательная программа. Первый элемент, которого не хватает в файле объектного кода, это код запуска, представляющий собой код, который действует в качестве интерфейса между программой и операционной системой. Например, программу можно запускать на одинаковых персональных компьютерах, один из которых функционирует под управлением Microsoft Windows, а другой, например, под управлением Linux. В обоих случаях оборудование одно и то же, то есть архитектура компьютера одинакова. Поэтому применяется один и тот же объектный код. В то же время для Windows и для Linux нужен разный код запуска, то есть что-то немного другое, да? Поскольку эти системы обрабатывают программы по-разному. Вторым отсутствующим элементом является код для библиотеки под программ. Практически все программы C используют стандартные подпрограммы, которые называются функциями, которые являются частью стандартной библиотеки C. Роль компоновщика заключается в сборе вместе объектного кода и стандартного кода для запуска, стандартного кода запуска для установленной системы и библиотечного кода, и в последующем их помещение в отдельный файл, который называется исполняемым. То есть в системе Windows, да, это у нас обычно .exe файл. Ну а в Linux там просто называются бинарниками, которые берешь, нажимаешь Enter и запускается файл. Короче говоря, объектный и исполняемый файлы состоят из команд на машинном языке. Однако, объектный файл содержит только результат трансляции кода программы, а исполняемый файл также машинный код использованных стандартных библиотечных подпрограмм и, что самое важное, код запуска. Ну, в принципе, введение окончено. В следующем видео кратко, очень кратко рассмотрим пару интегрированных сред для разработки в разных операционных системах. Ну а на этом все. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok